Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Вчера в нашей программе мы показывали вам отрывок из почти часового видео, записанного двумя врачами из Калифорнии, Дэном Эриксоном и Артином Массихи. Многие из вас, вероятно, уже посмотрели это видео. На YouTube оно набрало более 5 миллионов просмотров. В своем выступлении двое докторов привели множество данных касательно того, что мы сейчас узнаем об этом вирусе и его распространении. Они зачитывали страницы государственной статистики, а потом интерпретировали их в свете собственного большого клинического опыта. В какой-то момент они указали на новую, уточненную статистику смертности в их штате, Калифорнии. Эта цифра оказалась гораздо ниже, чем все ожидали. И они задались вопросом, не следует ли чиновникам изменить свою политику на основании новых научных данных. Взгляните. В штате Калифорнии у нас было 1227 летальных исходов, тогда как число заражений или распространенность может составлять 4,7 миллиона. Это значит, что вероятность того, что вы умрете от COVID-19 в штате Калифорния, равна 0,03%. Вероятность умереть от COVID-19 в штате Калифорния 0,03%. Необходимо ли в таком случае заставлять людей не покидать дом? Необходимо ли в таком случае закрывать медицинские системы? Необходимо ли в таком случае, чтобы люди сидели без работы? Что бы вы ни думали о массовом карантине, может быть, вы его ярый сторонник. Услышанные вами вопросы вполне разумны. На самом деле, это крайне важные вопросы, нам всем следует их задавать. В том числе тем, кто разрабатывает стратегию, им в особенности. Но как позднее отметил в том же видео доктор Эриксон, в этой стране больше не терпят никакого инакомыслия. Честность, основанная на фактах, душа науки, подвергается нападкам. Даже в больницах. Доктор Эриксон рассказал, как на врачей оказывают давление, чтобы они квалифицировали болезни и смерти, как связанные с коронавирусом. Неважно, верят они в это или нет. Мы не давим, чтобы тестировали на грипп. Но сейчас врачи в отделениях экстренной помощи, мои друзья, с которыми я беседовал, говорят, «Знаешь, что интересно, когда я пишу заключение о смерти, на меня давят, чтобы я добавил ковид». Почему так? Почему на нас давят, чтобы мы добавляли ковид? Может быть, чтобы повысить цифры и создать впечатление, будто ситуация немного хуже, чем на самом деле? Думаю, да. То, о чем вы только что слышали, о чем говорил доктор Эриксон, называется ложью. А лжи нет места в науке. Никогда. Страшно подумать, что в больницах имеет место масштабная ложь. По его словам, так и есть. Люди, посмотревшие видео Эриксона, были шокированы и ошеломлены. Они переслали видео друзьям, а те переслали своим друзьям. Внезапно миллионы людей, сидевшие последние шесть недель на диете из Короля Тигров и интернет-мемов, смотрели на рассудительных медиков-исследователей, зачитывающих статистические таблицы. Трудно припомнить другое научное видео, набравшее такую популярность. Не все были впечатлены. Некоторые критиковали стратегические выводы докторов. И это, конечно, справедливо. У приличных людей мнения разнятся. Мы не совсем уверены, каким должен быть идеальный ответ на эту пандемию. Никто не уверен. На данный момент объективного ответа нет. В лучшем случае мы можем медленно продвигаться вперед, непредвзято и добросовестно. Больше информированных обсуждений — это именно то, что нам нужно для принятия мудрых решений впоследствии. К сожалению, для всех нас информированные обсуждения — именно то, чего не хотят власти. Они хотят беспрекословного повиновения, поэтому подавляют свободу слова. Вчера вечером видео врачей, которые вы только что видели, было удалено с сайта YouTube, крупнейшего видеохостинга в мире. Это не было случайностью. YouTube признал, что сделал это. Компания сослалась на нарушение, цитирую, «правил сообщества» и не извинилась. Оглядываясь назад, когда все это наконец закончится, а ведь закончится, мы, вероятно, будем рассматривать этот момент, этот поступок YouTube, как поворотный момент в образе жизни нашей страны. Резкий разрыв с 250 годами законов и обычаев. Видео двух врачей было выпущено местным калифорнийским телеканалом. Это на самом деле была мейнстримная новостная история. Видео не было порнографическим, не нарушало авторских прав, не призывало к насилию, не нарушало законов о клевете, оно никаких законов не нарушало. Единственным обоснованием для его удаления было то, что два врача на экране пришли к иным заключениям, чем те, кто сейчас осуществляет власть. Это было формой инакомыслия. Отходом от общепринятых взглядов, YouTube и его владелец Google теперь официально запретили инакомыслие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова